Это Новосибирск, это Плехановский жилмассив, это Тимур Ханов, а это Сергей Большаков. Здравствуйте. Сергей Владимирович? Да, Сергей Владимирович. А вам как удобнее, если мы будем в Водоклав Большарстве? Сергей. Сергей, вы с какого года? 78-го. Ну, я немножко постарше, поэтому будет нормально, да, если буду говорить? Нормально, нормально, конечно. Сергей, вот мы не случайно на Плехановском жилмассиве, это ваш избирательный округ? Да. Плехановский жилмассив входит в мой округ. А еще что входит? Ну, входит непосредственно весь частный сектор, который находится у нас по правой стороне, и в том числе улица Олега Дундича, Менделеева полностью, Учительская часть, Новая Заря. Это ведь, это все Калининский район, да? Это все Калининский район. Дождик пошел, надо же. Вам не чаще дождик? Не, нормально. Вы, это ваша, это ваша малая родина. Я правильно понимаю? Вы ведь тоже из Калининского района? Я в Калининском районе живу. А родились вы где? Откуда родились? Родился я вообще в городе Надыме, в Тюменской области. Ну, жил я там недолго, наверное, года три, так сказать. И все, и потом уже с этого времени в Калининском районе проживаю. Ну, это ваша родина получается. И партия у вас тоже родина. И партия родина. Почему родина? Почему вы выбрали эту партию? Была ли у вас какая-то другая партия? Другой партии не было у меня. Руководитель мой, Вячеслав Викторович Ширюкин. Он в партии родина, соответственно. Я тоже в партии родина. Руководитель поддерживает? В каком смысле? По работе или? Ну, я бы сказал на старте. А чем вы будете? Вы вообще, вы ведь тоже, кажется, чем занимаетесь? Я занимаюсь сейчас педагогической деятельностью, но работаю в дополнительном образовании. Наставник, потому что директор у нас был, первый директор дополнительного образования Центра внешкольной работы Пашинский. Вячеслав Викторович Илюхин. А, вот откуда у вас связь. Как вы можете его характеризовать? Он ведь тоже сейчас не просто, он даже на двух округах выходит, в два совета сразу выбирается. Ну, так. Понятно, что начальник, о начальниках говорить не всегда удобно. Не, ну, я вам, как говорю, сильный, сильный устремленный человек, который добивается своих целей. Не бросает слот на ветер. Это самое главное, я считаю. Добивается всего. Ваши родители занимались нефтянкой? Нефтянкой? В нефтенопромышенности работали или как на дым? Ну, ездили туда на вахтовом методом. Отец на БАМ ездил, и туда они там какие-то строительные работы производили. Давайте машину пропустим. Точно я не скажу, потому что, ну, не в курсе. А в дальнейшем отец у меня работал кузнецом, мать рабочая. То есть это не из простых, что называется, да? Из обычных людей. Подрабатывал кузнецом до лошадей пасы все детство. А вы с какого возраста? Когда вы заработали первые деньги? Наверное, лет в 13-14. Зачем? Ну, я помогал. Я ездил на ПАКОС в летний период на Ковыванские луга. Там косили траву на лошадях. И потом, после этого, тоже в летний период, то есть как там сезонами, мы выезжали на окучивание картошки. То есть я... За деньги, да? Ну, за деньги, да, там получается. То есть я отплачиваю. А на что откладывал? Нет, на что тратили. На что тратили? В детстве. Первый заработок, помните, на что потратили? Ну, наверное, я не знаю. По-моему, на сладости потратили. Потому что я из многодетной семьи сладости не так часто были. Я почему-то спрашиваю, потому что хотел узнать. Вот вы работаете с детьми, с подростками, наверное, больше, да? Да, больше спрашиваю. Если сравнить вот эти поколения ваши и поколения тех, с кем вы сегодня работаете, чем отличаются нынешние молодежи? Да практически не отличаются. Надо найти просто подходки к детям. Вот и все. Заинтересовать их. Чем сегодня можно заинтересовать юноши? Или вы с девушками тоже работаете? Я с девушками работаю. Ну, сейчас вот на данный момент я занимаю руководящую должность. Начальник структурного подразделения. Ну, заинтересовать можно и работой. Заинтересовать можно и занятиями. Это все зависит от педагога. Любит он работу свою или не любит? А чем вы пытаетесь или в чем вы уверены, что сможете заинтересовать ваших избирателей? Своих избирателей заинтересовать. Почему они должны голосовать за Большакова? Ну, я со многими разговаривал с жителями. Они недовольны. Ну, те, кто здесь проживает, на Плехановском жил на Сирии. Они недовольны работой тех депутатов, которые вот у них сейчас на данный момент. А кто сегодня может сказать? Какую партию представляет? От партии «Единая Россия». То есть партия «Родина», она получается, по сути, оппозиционная, действующая власть? Получается, так, наверное. Вас не смущает звание оппозиционера? Да нет. И о чем говорят люди? Что они предлагают? Бездействие. Бездействие депутатов, бездействие властей. Не обращают внимания на проблемы жителей. Те же самые дороги. А вот, кстати, мы идем, смотрите. Вот мы идем. В июле месяце. Такая же ситуация прошла. И вдоль дома, по Олегу Дундичу, 3. Там тоже в лужу накидали асфальт и закатали. И чем же партия «Родина» и представители ее лучше, чем представители партии? Я уже буду так спрашивать, прямой, хорошо? У нас прямой разговор. Чем партия «Родина» и ее представители лучше, чем представители действующих партий? Потому что сейчас многие такие слова говорят. Вот какие-то гарантии или, я не знаю, какие-то принципы, к которым вы придерживаетесь. Чем вы увлечете или убедите избирателей именно напротив фамилии Башаков поставить галочку? Они на стороне избирателей стоят. И отставят интересы избирателей. Ну, все так говорят. Они свои. Ну, я не знаю, все так говорят. Но от партии хорошо. С другой стороны посмотрим. Тогда я работаю в команде Вячеслава Викторовича Илюхина. И, соответственно, занимаюсь народным контролем. Руковожу народной конторой, председателем группы народного контроля. Я отслеживаю качество тех работ, которые проводятся на округе. Я могу точно сказать... А, то есть вам знакома эта работа? Да. Я могу точно сказать, что если у нас где-то работа выполняется некачественно, то они обязательно переделываются. По два, по три раза пускай передо, они переделываться будут. В армии вам доводилось служить? Служил. И в каком звании закончили? В рядовой. Чему научила вас армейская служба? Да много чему научила. Свои дети у вас есть? Есть, да, двое детей. Девочки и мальчики. Мальчику сколько? Два года. Такой юный? Да. Здорово. Когда еще рано спрашивать, посоветуете ли вы ему в армию идти? Да посоветую. Почему не посоветую? Я отслужил, поэтому я не вижу ничего в этом. Понятно. Итак, мы вот на Палехановском жилмассиве. Жилмассив достаточно уже не юный. Ну, жилмассив мой ровесник. Его начали строительство в 78-м году, а первые дома, если я не ошибаюсь, начали сдавать в 86-м. То есть люди заселялись уже в 86-м году. У вас со здоровьем порядок? Да. А у вашего ровесника жилмассива как со здоровьем? Я думаю, не очень. Если обратить внимание на дороги, но здесь необходимо благоустройство ни одного дома, ни двух домов. Здесь всего массива. Надо же брать и работать комплексно. Соответственно, вот с водоотведением и со всем остальным. Чтобы здесь во дворах порядок был. Здесь, если обратить внимание на дворы, то, наверное, все практически советского периода. Качельки, домики. Немного тех мест, где поставили новые. Но они уже в таком состоянии, что если подойти, допустим, вот прогуляемся, я потом вам покажу. Там такие тренажеры есть, которые шатаются и создают угрозу для детей. У меня такая манера. Я людей спрашиваю прямо на ходу, чтобы они сказали кандидату. Давайте спросим. Извините, можно к вам обратиться? Меня Тимур зовут. Я тут... Вот вы на выборы собираетесь ходить? Ну, не думаю, что пойду. Не думаете, что пойдете? А если бы перед вами был кандидат в депутаты, о чем вы бы ему сказали? Вот, кандидат в депутаты. Ну, я как бы-то видела на плакате, по-моему. Да, и чтобы вы... Вот что вы пожелали? Ну, удачи в выборах. Чтобы он победил. Удачи, нет? 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 Мы не местные. Вот, видите, я сегодня в несколько раз людей спрашиваю. Многие не хотят. Пойдемте вот тех женщин спросим, потому что они не так торопятся. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур зовут. Вы предполагаете, пойдете на выборы? Пойдем. Ой, вот смотрите, перед вами кандидат в депутаты. Вот что бы вы сказали кандидату в депутаты? Ну, не знаю. Просьбы какие-то, замечания, предложения? Ну, предложения. Пока предложения будут громкие. Нельзя, нельзя. Ну, можно благоустроить как-то, благоустроить район, может как-то получше что-то сделать. Но дело в том, что у нас люди как-то не соблюдают сильно никакого порядка. Это Сергей Большакович. Да, да, я узнала. Вы узнали, да? То есть вы обращали меня кандидата? Какое-то впечатление у вас есть о Сергее Большакович? Ну, не знаю, порядочный человек вроде бы. Вроде бы порядочный человек, но не будем отвлекать, я поняла, что со звуком проблемы. Давайте пойдем немножко. Если хотите, можете сказать, что это кандидат. Нет? Ну, работайте для народа, что-то делать, что-то нужно. Работайте для народа. А вот вы уже, наверное, много встреч провели, да? Ну, проводили, да. И люди о чем говорят больше всего? Чаще всего на что жалуются или там что-то просят? Или как? Люди не верят. Не верят никому. Не верят? Это, знаете, действительно, первое слово, да. Не верю никому. И как же вернуть вот это доверие или тому? Надо разговаривать с людьми, объяснять, что нужно ходить на выборы обязательно. От нас что-то зависит? От нас зависит. В любом случае. То есть вы беретесь быть таким депутатом, чтобы люди не пожалели о своем выборе? Да. Чтобы мне не стыдно было здесь посмотреть в глаза друзьям и родственникам, которые здесь живут. А, у вас тут живут, да, прямо на массиве? На массиве. У меня живут по всему округу. И друзья, и родственники. Поэтому я здесь многих знаю. Что вы будете делать 14 сентября после выборов в первый день? Ну, или там на первой сессии какой вопрос вы считаете самым важным для депутата поднять? Вот депутат от Скалининского района. Ну, если говорить о первом дне, там надо тогда наказы формировать. Все, которые у вас сформированы, их сшивать надо будет. Собирать готовить. Вы собирайте наказы. Чтобы потом отстаивать, конечно. А первый вопрос, который вы бы подняли на первой сессии? Благоустройство. Прихановского жилмассива. Сводоотведение. Вы здесь живете? Да. На выборы пойдете? Конечно. А вот перед вами кандидат в депутаты. А чем бы вы ему поручение? Какое бы дать? Поручение бы площадку сделал детскую. Дет в детской площадке? Ну, она есть, но она уже старая. Все уже. Вот, все. Заснимите кусочки. Это что, две детей? А, ну, это больше похоже на собачьи площадки. Ну, здесь собаки не пользуются, слава богу. Вот и все. А так все люди живут нормально, спокойно все. Вы знаете, что за это дело, Сергей? Он на казах, он стоит. Это стоит, да? Он очень видно хорошо. Хорошо. Это Сергей Башак вам запомнил. Запомню. Ну, все вам доброго. Все доброго. Желаю, чтобы вы вышли на финальный этап. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Да, мы тут, получается, невольно ведем агитацию, но когда имеешь дело с человеком, который вызывает симпатию, хочется ему посадействовать. Потому что, вот кто меня приглашает, с тем я работаю. Никому отказа нет. Пожалуйста, партия Родина. Хоть бы даже меня пригласила Единая Россия. У меня вот было интервью с известным летчиком-барсуком. Пожалуйста, человек достойный, можно и поговорить. Мне интересно, у вас была спортивная карьера? Вот вы занимаетесь, учите детей спорту, да? Ну, была спортивная карьера, если можно назвать так. Вообще занимаюсь я спортом с первого класса, борьбой дзюдо. Борьба – это всегда противостояние, это всегда какой-то поединок. Братья у меня тоже занимались борьбой дзюдо. Младший сейчас брат у меня, педагог дополнительного образования, тоже тренирует борцов. Борьба дзюдо, не случайно ей занимается, ей занимался чекист Путин. Вероятно, там не только сила нужна, что еще, какие свойства для борца дзюдо, кроме выносливости и силы нужны, какие смыслы? Выдержка, умение контролировать соперника и эмоции. Эмоции в том числе, да. Кто ваш соперник здесь? Вы видите здесь себе каких-то важных соперников? Можете не называть, если хотите. С кем боится, конкурируете и в чем ваше преимущество? Я вам скажу проще, что на данном округе у меня женщины. А, короче, Диман мне сейчас позвонил. Ну, в борьбе так не принято, вроде, вон 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 разнополый соперничество не бывает. Я вам скажу, что это тренировка будет для них. Ну, хорошо, тогда я немножко на личный момент перейду. Ваше любимое... Какое свойство женщины для вас самое важное? Надежность. Надежность? А мужчины? Это так по-мужски звучит, надежность. Но... Женщина, жена... Понятно, понятно. А что ты у нас? А, вот так. У вас нормально все в туловке? Да, все нормально. Ну, стоит позавидовать. Вот сейчас я сам был депутатом и знаю, что часто люди обращаются с вопросами, которые трудно решить. Ну, в принципе, вопросами, если заниматься, то их можно решить. То же самое уборка, снега, ремонт. Если этим заниматься в нужном направлении, и если жители тебе доверили, то можно достичь результатов положительных. В любом случае. Я понял, что вы знаете проблемы округа. Вот люди говорят уже о благоустройстве. А политическими вопросами там, чей Крым, или там... Ну, вот такие вещи вы предполагаете высказывать мнение, или... Я ближе. Вот с жителями на округе. Это мне породнее будет. Да, здесь живем. Поэтому... Что нам Крым сейчас, на данный момент? То есть, родина, она здесь. Родина здесь, где живем, да. Ваш сын еще очень маленький. Он немножко подрастет. И... Как вы думаете... Начнет он вспоминать. Вот помню, папа был депутатом. Какой... Какой вопрос вы хотите? И так решить, чтобы было... Потом с гордостью можно было бы рассказать об этом своему сыну. Вопрос на округе? На округе. Вот в этой политической... Ну, вообще по жизни. Как? Ну, чтобы... Доступность была у детей образования. Секции, кружки. Это, я считаю, главное. Ну, и благоустройство все равно. Люди же живут здесь. Здесь они. В этом районе. Ну, я вам такой пафосный вопрос. Я вам задал такой пафосный вопрос. Вы так просто отвечаете. Наверное, может быть, и действительно жизнь заключается в том, чтобы было благоустройство во дворе. Ну, конечно. Чтобы дети у детей было порядок, у детей была нормальная возможность заниматься. Ну, да, например, вам скажу даже. Далеко ходить не надо. Частный сектор. Так у них... Вот сколько раз мусор вывозят у вас из дома? Ну, наверное, каждый день все-таки, да? А у них вывозят раз в неделю. Люди вешают на крючки, на заборы, мусор. Складируют это все. Это можно решить? Это можно решить. У вас есть решение? Ну, у нас есть опыт. Я бы сказал больше. Вячеслав Викторович, под руководством Вячеслава Викторовича Илюхина, мы собирали комиссию выездную, где были представители экологии Новосибирске, всех остальных департаментов, администрации. Ну, ответственные товарищи, которые за мусор должны убирать. Так, у нас в частном секторе вывозили его четыре раза в неделю. По весне. Была проблема с мусором. Сейчас, на данный момент, вывозят ежедневно. А здесь раз в неделю? А здесь раз в неделю. Ну, понятно. Я так думаю, если проблему знать и желать ее решить, ее и можно решить. Считаю, что нужно. И не надо искать отговорки с кольцевой там выезд или какой-то там еще. Надо решать, вывозить его, мусор весь, и все от жителей, чтобы его не было. Вы такой человек практичный прямо. Мне не удалось вас вывести на какие-то политические дебаты, на пафосные разговоры. Может быть, таким и должен быть депутат городского совета. Это все-таки практическая работа, требующая решения тех проблем, о которых говорят люди, о которых волнуют. Ну, здесь надо решать, вот, необходимо на земле. Ну, если вот мы видим, что тротуар с советского времени, вот его никто не делал. А дети здесь катаются на самокатах, на скейтах. Тротуар-то хороший. И двор хороший. Пойдемте, я вам покажу. Вот, пожалуйста, вот, перекладины, вроде новые все. Закачали. А, так их не укрепили. Поставили. Да, они вот. Вот они, они. Дети начинают залазить, и они раскачиваются. Ну, а если постарше, вот я запрыгну, конечно, будет болтаться. Так она, это небезопасно, получится. Ну, конечно. Я смотрю, вы тут прошли, протрогали, или это вам сказали, или вы самостоятельно? Я самостоятельно. Самостоятельно, своими руками. Ну, я знаю, потому что я здесь ходил. То есть вы прошли округ ногами, протрогали руками? У меня здесь воспитанники живут, девушки, которые раньше у меня занимались, они сейчас здесь живут. Вы знаете, мне симпатичен человек, который своими ногами проходит округ и своими руками все проверяет. Я думаю, для жителей, еще раз скажите, какие улицы, для них, кажется, есть возможность самим выбрать человека, который станет представлять их интересы. Это Плехановский жилмассив, это округ 13, Плехановский жилмассив, весь частный сектор, в простонародье Шанхай. И кандидат Сергей Большаков. И получается остальное Олега Дундича, Учительская, Менделеева, Новая Заря, это все входит в 13-й округ. Вроде бы такой 13-й. Не боитесь? Нет, еще боятся. Мне паспорт выдали 13-го. Ладно, может быть, это удача для вас будет счастливее. Надеюсь, это будет счастливое для вас число и для своих жителей. Вот такой кандидат от Родины. Сергей Большаков. Выбор 13, а выбор, кстати, тоже 13-го, да? С сентября. Наверное, это будет удачное число для кого-нибудь. Будьте здоровы. Подписывайтесь, как говорят, там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Главное, не забудьте поставить правильные лайки 13-го сентября. Все, пока. В Плехановском жилмассиве стучки развеялись. И погода улучшается. Спасибо.